МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Кажется, что организаторы всех спортивных мероприятий в регионе решили провести свои соревнования именно на этой неделе. Что удивительно и приятно, поэтому обо всем и понемногу. Так в грядущие выходные завершаются соревнования в рамках первенства России по волейболу. Проходят они в течение всей недели на улице Лежневская в спортшколе номер 3. На грядущие выходные придутся самые зрелищные финальные и полуфинальные схватки чемпионата России по боксу. Они будут проходить в Химбанке и ГХТО оба дня начала в 12.00. Также 10 числа играет на домашнем стадионе команда «Текстильщик» с командой из города Долгопрудный. Начало матча, ровно как и прямой трансляции на телеканале «Эртова Иванова» в 15.00 не пропустите. В грядущие выходные в спорткомплексе «Олимпия» нас ждут соревнования по киоку, шинкай, карате. Называются они «Кубок дракона». Старт в 12.00. Можно будет увидеть очень зрелищные бои. Также в Плёсе в воскресенье 11 ноября пройдут соревнования парагейна для любителей экстрима. И состоятся они при любой погоде. Согласитесь, есть из чего выбрать. Эта неделя последняя, на которой вы можете увидеть выставку «Территория эксперимента». Один из заключительных отголосков фестиваля «Первая фабрика авангарда». Открыта она в галерее современного искусства «Шестой этаж». Авторов работ несколько – столичный художник-конструктивист Антон Кетов, создательница цифровых коллажей Маша Апарина и Екатерина Коп, постмодернист Владимир Бабасин. Здесь представлены образцы современного авангарда работы – яркие, протестные и, безусловно, запоминающиеся. Вот мне кажется, тот авангард, который черпает себя где-то в исторических, ну там, в каких-то истоках, аллюзиях и так далее, он, наверное, менее популярен у поколения зрителей моложе сорока. Вот я бы так сказала, потому что это интересно, к этому уже испытывают уважение как классики. Ну, то есть Малевич – это классика. Не все, конечно, так считают, но так считают многие. А классика, она вызывает почтение, скорее, чем живой интерес. А вот контемпорари, да, и то, что для него является авангардом, вот диджитал, например, искусство, там у нас здесь есть даже интернет такие объекты, ну там гифки или там еще что-то, вот это, пожалуй, интересно. В результате трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда меняет человека. Таков синапсис нового фантастического боевика «Пришелец». Интересно то, что на заезженную тему галактических перемещений рассуждают российские режиссеры и сценаристы. Получилась ли драма и реалистичные ли спецэффекты, узнаем уже на этой неделе, в прокате фильм с 8 ноября. Судя по трейлеру, это нечто среднее между Марсианином и Валли. Чтобы узнать, так ли это, идем в кино. Где мой старик, там победа. Я тебя вытащу. Господа, я представляю вам человека, выброшенного на край Вселенной. Единственная возможность защититься от этой правды – это уничтожить тебя. В этом году Иваново впервые принимает участие в фестивале театрального искусства «Золотая маска». Зрители Иваново и области смогут увидеть прославленные постановки, которые становились лауреатами и призерами этого всероссийского конкурса. Так, например, свою постановку «Мюзикл Шербургские зонтики» нам привезли артисты театра «Карамболи» Санкт-Петербурга. Также нам предстоит увидеть две постановки в исполнении артистов Академического молодежного театра из Москвы. И спектакль «В день свадьбы», который привезли нам артисты молодежного театра на Фонтанке из Санкт-Петербурга. Участвуют в «Золотой маске» четыре театра – три в Иванове и один в Кинишме. Спешите за билетами, если они еще есть. Представление – достойная шквала аплодисментов. В Иваново с гастролями приехали артисты шоу «Марицы» и «Дана Запашных». В программе удивительные выступления гимнастов под куполом цирка. Стоит отметить, что без страховки. От трюков захватывает дух. Также яркие номера коверных, пара смешных и трогательных клоунов. Ну и, конечно, зрелищные и удивительные выступления животных. Зрители насладятся номерами с верблюдами, огромными и неповоротливыми с виду собаками. А изюминка всего представления – акробатический тандем Дана Запашного и его помощниц – шимпанзе, Мальта и Бонни. Все представление выселят без проблем даже самые маленькие дети. Ну, нам нравится. Нам нравится представление. Мы были на цирке Никулина. Теперь приехали на цирк братьев Запашных. Мне нравятся очень костюмы. Очень понравились гимнасты. Я не знаю, но мне все нравится. 10 ноября в Атриуме торгового центра «Ясень» пройдет благотворительный концерт. Акция «Помощь тяжелобольному ребенку из деревни Погданиха». Организаторами концерта выступает благотворительный фонд «Радуга», а также актив «Команда 37». В концерте примут участие артисты «Команда 37», танцевальные коллективы «Кохмы» и «Иванова», а также отдельные артисты. Приходите, все вместе поможем. Есть еще два мероприятия, о которых мы просто обязаны упомянуть. 11 ноября в воскресенье в Фурманове в галерее имени Трубникова пройдет открытие выставки «Новое движение». Она посвящена Дню города Фурманов и 100-летию губернии. Старт в 13.00. В этот же день, но уже в Иванове, в библиотеке для детей и юношества пройдет географический диктант. Принять участие смогут все желающие и проверить свои знания по географии родной страны. Помните ли вы из школьной программы «Что-то о реках, озерах, ископаемых» и территории родного государства? Начало тестов в 12.00. Участие совершенно бесплатное. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели вам рассказать. Если вы знаете о каких-то событиях и мероприятиях, о которых обязательно нужно упомянуть в следующий раз, пишите и звоните нам. Мы сделаем навигатор насыщенным вместе. Удачных выходных. До свидания.